Как война изменила отношение украинцев к российскому режиму? Об этом и не только. Мы сейчас поговорим с главой военно-гражданской администрации города Кривого Рога Александром Вилкулом. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Александр Юрьевич, ну первый вопрос, конечно же, о ситуации в Криворожском районе, в Кривом Рогу. Извините, как были последние недавно обстрелы Апостолова? Как сейчас обстоят дела в городе и районе? Ситуация напряженная, но полностью контролируется вооруженными силами Украины, военной администрацией. Орки во всей линии разграничения постоянно ведут обстрелы из всех типов РСЗУ. Ствольная артиллерия, минометы, есть применение боевой авиации. Работают и ДРГ, и попытки штурмовых людей. Но благодаря мужеству наших солдат успеха враги не имеют и несут большие потери и в живой силе, и в технике. Бьют по абсолютно мирным населенным пунктам. Вчера, к сожалению, четыре человека, мужчины погибли в Зеленодольске, один раненый. В Апостоловой, извините, один раненый. Фактически большая часть территории засыпана кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией. У нас работает несколько групп саперов, которые занимаются разминированием. То есть непростая ситуация. Учитывая, что более трех месяцев уже идет война, как вообще горожане, какое настроение у всех преобладает? Все-таки есть такое понятие, там, усталость уже от войны, да? И вот вообще, как они изменились, криворожане, вот после 24 февраля? Настроение очень патриотическое. Каждый воюет на своем рубеже. Очень многие криворожане находятся в сбройных силах Украины, очень многие в терробороне. Кто-то строит оборонные рубежи. У нас многошелонированная оборона. Каждый день работают больше 50 единиц тяжелой техники. На строительстве фортификационных сооружений это криворожане. Коммунальники, это и газ, и вода, и свет, восстанавливают после обстрелов, а очень часто прямо под обстрелами коммуникации. Очень серьезное волонтерское движение. То есть город бьется как одно сердце. Город работает на защиту родной страны и родной земли. Вот вы сказали про оборону города. Всего ли хватает? Есть ли достаточно сил, средств, орудий, оружия? И насколько Кривой Рог готов, если не дай бог, наступление? Мы готовы к любому варианту развития событий. Бои живелись под Кривым Рогом очень близко, очень близко, в нескольких сотнях метров. Но сейчас, благодаря мужеству и героизму наших солдат, линия отодвинута на 50 километров. И линия соприкосновения, длина нашего фронта составляет более 100 километров, находится уже в 50 километрах от города. Сказать, что всего хватает, невозможно. Конечно, необходимо оружие. И мы, как и все, ждем поставок вооружения, для того, чтобы эффективнее бороться с врагом и гнать. Работают ли в городе предприятия? Возможно, они как-то переквалифицировались, стали на военные рейки, так скажем. И как бизнес помогает украинской армии и Кривому Рогу? Крупные предприятия после остановки первого месяца возобновляют свое производство. Мы работаем индивидуально с каждым предприятием. Помогаем решать все вопросы, которые возникают. Скорую очередь, это вопросы логистики, логистики поставки сырья, логистики продажи продукции. Это из-за того, что закрыты черноморские порты. На сегодняшний момент от 40 до, даже есть предприятия, которые работают на 90% от военного уровня. Это очень хорошо, это занятость людей, это заработные платы, в конце концов, экономика, это кровеносная система государства. Бизнес, который малый, средний, тоже возобновляет работу, но максимально это стимулирует. Предприятия должны работать. Да, появилось ряд новых производств. Мы в Криворуге делаем бронежилеты, шьем форму, новые виды пищевой продукции, тушенка, еще какие-то другие виды, которые до этого не делались. Ну и есть вопросы, которые связаны непосредственно с войной, с военной техникой, но, наверное, их по телевизору озвучивать не буду. Александр Ильич, а вот психологически успокаивает ли Криворожан тот факт, что Криворог – это родной город президента Украины, то есть его в обиду, так сказать, не дадут? Мы гордимся тем, что Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, является нашим земляком, ведет себя очень мужественно, является символом воюющего государства. То есть мы этим гордимся. Александр Ильич, вот такой вопрос, с которым мы, по сути, начали с вами общение, вот эти настроения всегда. Я сам, как Криворожанин, по сути, знаю, какие настроения были, русскоязычное население, которого было очень много в Кривом Роге. То есть как изменилось вот это отношение к России после вот этого полномасштабного наступления, после этой войны? Потому что, ну, Криворог нельзя было назвать там самым украинским городом, ну, даже там в центре Украины, скажем так. Ну, точно, я считаю, что сейчас неактуально и нельзя поднимать вопросы языка или вопросы религии. Посмотрите, как воюют русскоязычный Юго-Восток, и Мариуполь, и Харьков, и Криворог, и другие территории, где преимущественно говорят на русском языке. И русскоязычный украинский патриотизм оказался ничем не слабее, чем украиноязычный украинский патриотизм. То, что люди говорят на русском языке, так они воюют и умирают точно так же за свою родину, за свои города, за свою страну. То есть в этом, считаю, никаких проблем нет. Но то, что все уже поняли, что Россия – это абсолютное зло, то тут в этом сомнения нет. Но я могу сказать, что я лично, как и большинство приворожан, наверное, жителей Юго-Востока считал, что для Украины эффективно не блоковая модель, но по типу Финляндии, Швеции, Швейсарии. Но сегодня понятно, что имея рядом эту империю, дикую военную империю зла, но есть только один механизм – это инструменты коллективной безопасности, это НАТО, это какие-то серьезные договора, не такие, как Будапештский меморандум. То есть наш путь лежит, безусловно, в инструментах европейской, евроатлантической, я бы сказал, с учетом США, модели безопасности. То есть у нас с неблоковым статусом точно у нас не получится. И то есть про какую-то дружбу с Россией больше в городе никто не заговорит, и люди точно этого не хотят. Не будет ли отката, возможно, после каких-то изменений на фронте ситуации? Какая дружба? Когда они бомбят наши мирные города, когда они убивают детей, когда они убивают женщин, они ведут себя хуже, чем нацисты во время Второй мировой войны. Какой откат? Я вам скажу, что чем больше нам удастся уничтожить оккупантов, тем быстрее будет мир. Настроение может быть только такое, никакого другого не может быть настроением. Насколько безопасно сейчас в городе? Потому что есть информация, что после обстрела Апостолова в Кривой Рог привозили беженцев, и можно было приехать в город, чтобы там временно жить. Насколько там безопасно? И как много беженцев из других сел, регионов, частей области приехало в Кривой Рог? Системы РСЗО до нас уже не достают. Грады, по крайней мере, и ураганы. От смерчей и от ракет никто не застрахован. Но массовые системы РСЗО до нас не достают после того, как наши войска отогнали на 50 километров от Кривого Рога этих оккупантов. То есть гарантии от самолетов, от ракет никто не даст ни в одной точке, я думаю, в силу нашей страны. Действительно, у нас сейчас около 60 тысяч беженцев. Мы проводим централизованно эвакуацию с фронтовых и прифронтовых населенных пунктов. Также помогаем эвакуироваться из оккупированной части Херсонской области, из Вапостола, в Зеленодольск. Последние три дня, как вы правильно сказали, мы проводили эвакуацию. Работали наши коммунальные автобусы криворусские, наши скорые помощи. Люди, которые хотят остановиться у родственников или знакомых. Если есть такие, то размещаются у родственников и знакомых, кто едет на транзит, оказываем медицинскую помощь, мы даем продукты питания, даем возможность бесплатного выезда на вакуационном поезде. Тех, кто хочет остаться в городе и кому негде жить, подготовлены специальные места в школах, общежитиях, детских садиках. Мы тоже там помогаем людям, это и социальные вопросы, решаем медицинские. Три раза в день бесплатно кормим горячим питанием. Ну, конечно, это беженство, это очень большой блок работы. И мы сами, вот я сам призываю людей эвакуироваться из фронтовых и прифронтовых населенных пунктов. Это и села, и города, такие как Зеленодольск, Апостол. Александр Ильич, а вот есть свежая информация, что президент Владимир Зеленский сказал, что с 1 июля вводится визовый режим с Российской Федерации. Планируется. Ну, да, да, это как бы вот все уже в процессе, что называется. Как вы, в частности, вот к этому относитесь, да, и вот какая судьба людей, живущих, в том числе и в Кривом Роге, с российскими паспортами? Потому что, ну, я знаю, есть такие люди, в принципе, и в Украине, да, то есть какая их будет судьба в таком случае? Ну, конечно, вопрос законно, да, как там это все будет прописано, но, тем не менее, вот как вы думаете? Судьба их будет такая, как будет прописано в законе. Это первое, второе. Поддерживаю ли я визовый режим с Российской Федерацией, конечно, поддерживаю. Ну, у нас война, у нас война. Какой без виза вырежет? Ну, Криворог же это прифронтовой город, у нас 100 километров ровно. Не может быть никаких нормальных отношений. Визовый режим, как один из инструментов, я поддерживаю тоже. Спасибо. Спасибо, Александр Вилкул, глава военно-гражданской администрации Кривого Рога, был с нами на связи.